интересные факты привет друзья никогда не знаешь какой день может стать для тебя последним если сегодняшний день последний в жизни что запомнят о нас люди мы собрали истории о людях чьи последние sms своеобразным образом подвели итог их жизни смотрим знакомства вслепую остались в прошлом видеочат рулетка конкурсы призы и все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру видеоклуб точка ру более двух миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт присоединяйтесь все ссылки в описании признание в любви в 2010 году 18-летняя англичанка сильно навеселе взяла мамину машину чтобы покататься с подругами сильно разогнавшись джорджия совершенно не реагировала на крики и просьбы подруг остановить автомобиль тогда микаэла стивенс написала смс своему парню я не вру поверь мне милый пожалуйста если я умру знаю что ты мой единственный после она успела набрать его номер но ответив молодой человек услышал только чудовищный крик и звук удара машина на полном ходу врезалась в стол обещание счастья в 2012 году канатка эми брок сидя за рулем упражнялась в любовной переписке со своим парнем результат не заставил себя долго ждать последнее что она написала было я тоже тебя люблю и постараюсь сделать все чтобы вы были счастливы мистер форд приговор убийца прямо как в сказке злая мачеха вместе со своим сыном решила убить падчерицу гостившую в доме отца убийцы зашли в комнату спящей девушки и стали избивать ее бейсбольными битами решив что черное дело сделано они засунули девушку в багажник но очнувшись ненадолго она сумела написать папа помоги маура убивает меня избавившись от тела злоумышленники врали всем что не в курсе куда уехала стефани но сообщение позволило полицейским прижать убийц напоминание о вере в 2015 году йоаф хаттаб отправился в парижский кошерный магазин чтобы затариться для субботнего дня магазин был захвачен террористом йоаф оказался одним из убитых им заложников перед тем как зайти в маркет парень писал друг уговаривая его соблюдать шаббат он писал тяжелое время для евреев во франции но по крайней мере попробуй не делай все но попытайся хотя бы отчасти ты крут прощание с мамой с 2014 года несчастная мать из арканзаса хранит последние смс от погибшего во время торнадо сына джеффри хантер спрятался в ванной и написал прощай мама она идет прямо на нас женщина торопилась домой дозванивалась но так и не получила больше никакого ответа разговор с отцом и снова 2014 во время крушения корейского парома севал многие школьники успели написать своим родителям кто-то паниковал кто-то прощался с семьей но большинство надеялись на спасение одна девочка писала отцу папа не волнуйся на мне спасательные жилеты я с девочками мы внутри корабля в коридоре корабль слишком наклонился тут слишком много народу ее тело так и не нашли трагическая ошибка классика жанра неверная жена отправляет по ошибке смс вместо любовника своему мужу с которым они прожили вместе 30 лет спасибо за прекрасный вечер вот бы встречаться почаще разгневанный питер крокер примчался домой состоялся скандал женщина умоляла о прощении весь следующий день разгневанный мужчина не выходил на связь а вернувшись домой обнаружил что гейл покончила с собой крах всей жизни популярная в англии фитнес-тренер анджи доутс в свои 42 выглядела лет на 10 младше она сумела справиться с алкогольной наркотической зависимостью и даже попасть на популярное шоу о похудении the biggest loser однако ее уволили из тв-проекта за то что она подговаривала своих подопечных нарушать режим и за день до контрольного взвешивания есть одни яблоки и орехи с любовью тоже не сложилось в 2011 году она послала любимому смс мое сердце разбито мой дух сломлен и спрыгнула с моста слова о любви в 2013 году сотрудник полиции дмитрий маковкин преградил путь террористу-смертнику пытавшемуся пройти в зал ожидания волгоградского вокзала в результате взрыва молодой человек погиб невеста молодого человека до сих пор хранит его последнее сообщение я тебя тоже очень люблю болтливый покойник 15-летний школьник расстрелявший в 2014 году своих одноклассников и покончивший с собой в последние дни жизни заваливал знакомых смс он писал угрозы девушки в которую был влюблен писал смс друзьям просил всех собраться в школьной столовой куда в тот момент он уже шел с оружием за несколько минут до убийства он отправил всем родственникам сообщение о том как они должны распорядиться его имущество подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки